Лилия и Александр всегда мечтали о большой семье. Рождение второго ребенка было радостным и долгожданным. Как признается мамочка, вторые роды прошли очень стремительно. Алиса спешила появиться на свет. И, видимо, не случайно торопилась малышка. Алиса Петрова стала четырехтысячным ребенком, который родился в Одинцовском роддоме в этом году. Я сразу даже не поняла, что у меня вообще схватки начались настоящие. Я думала, что тренировочные. И вот до последнего момента я дома находилась. Потом, когда я все поняла, уже начались очень интенсивные боли, схватки. Мы вызвали скорую помощь. Она приехала в течение 10 минут. И мы приехали в Одинцовский роддом. Меня оформили где-то в течение часа. Я просто родила. То есть я чудом успела. Если бы мне сказали, если бы еще немножко, я бы дома, наверное, родила бы. Алиса много спит и хорошо кушает. Мама не нарадуется на свою дочурку. Кстати, первого ребенка Лилия рожала в Москве. И сегодня отмечают, что вторые роды прошли в более комфортных условиях. И третьего малыша будет рожать только в Одинцовском роддоме. Вообще нравится в этом роддоме. Очень некомпетентные доктора, кушеры, персонал. Все дружелюбные. Отношения очень хорошие. Честно говоря, так как я первый раз рожала в Москве, я не знала, кого это будет в Одинцово. И, конечно, были сомнения. Вдруг что-то не так будет. Потому что очень много мамочек на форумах, в интернете пишут, что бывает такое отношение не очень хорошее. Вот. Ну, здесь очень все мне нравится. Очень хорошо. Поздравить маму и малышку пришла и Ольга Мисюкевич, главный врач Одинцовской ЦРБ. Более 30 лет Ольга Александровна была акушер-гинекологом. Именно она первая брала в руки ребенка после рождения. И в этот трогательный момент не удержалась и взяла Алису на ручки. Малышка удобно устроилась в ласковых руках врача и уснула. Для меня очень важно, конечно, удерживать планку, которую мы выбрали уже много лет назад. Мы были родовым пятитысячником. Для нас это очень важно переступить эту черту и границу 4000 родов. Уже прошло больше, 4020, но родов проходит в сутки достаточно большое количество. Для нас это очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, что открываются перинатальные центры, открываются другие учреждения. И конкурентную политику никто не отменял. Поэтому для нас важно то, что наши пациенты отдают все-таки приоритет нам. Ольга Мисюкевич вручила мамочке сертификаты на годовое обслуживание в КДЦ Одинцовской ЦРБ. И пожелала девчонкам крепкого здоровья, скорейшего восстановления, через год или два вновь прийти в Одинцовский роддом за третьим ребенком. В этом году у нас пройдет около 4,5 тысяч родов. И я думаю, что это достойная оценка нашей работы, что наши пациенты, они все-таки у нас. И мы предоставляем все возможные условия, которые они желают и которые мы можем им предложить. Буквально через несколько дней Лилию и Алису выпишут дома и ждет семья. А пока они находятся в заботливых руках врачей и медицинского персонала Одинцовского родильного дома. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.